Всем привет! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим домашний сочный пирог без дрожжей и разрыхлителей, но обо всем по порядку. Давайте скорее начнем! Перед началом приготовления хочу пригласить вас на наш новый канал Гарантия вкуса. Все просто и без лишних слов, ссылка в описании. В миску разбиваем 2 крупных яйца, добавляем 5 граммов соли, взбалтываем, следом вливаем 120 миллилитров воды комнатной температуры. 180 граммов сливочного масла растопим до жидкого состояния, не кипятить, это тоже важно! Как я говорила, мы не будем использовать дрожжи, разрыхлитель или соду, поэтому нам остается только добавить муку. Здесь важно с мукой не переворщить, так как лишняя мука сделает тесто более жестким. Всыпаем чуть больше половины, а остальную подмешиваем вручную, постепенно. Все эти рецепты вы можете также найти на нашем сайте еданалюбовкус.ру И как только тесто перестает прилипать, при этом остается мягким, лишнюю муку можно убрать. Всего мне понадобилось 550 граммов. Кстати, месить его долго нельзя, иначе будет затянутым. И вот такое тесто получилось. Заворачиваем тесто и пока убираем в холодильник примерно на 30 минут. За это время сделаем вкусную сочную начинку. Нарезаем мясо, используя не очень жирную свинину. Можно также заменить говядиной или курицей, но обязательно нарезать тонко. Далее нарезаем репчатый лук. Лука я беру достаточно много, вот такие две большие луковицы у меня уходят на 500 граммов мяса. В пироге он не будет так сильно ощущаться, не будет вареный, не бойтесь. Главное его нарезать мелко, зато начинка будет сочной. Очищенный сырой картофель нарезаем пластинками. Если нарезать кубиками, то такая начинка всегда норовит выпасть, а так ничего не выпадает. В начинку добавляем соль, черный молотый перец и для цвета здесь куркума и сладкая паприка. Но еще кое-что мы добавим чуть позже. Начинку тщательно смешиваем, прямо разминая руками. Тесто достаем из холодильника, масло в нем остыло и тесто стало более плотным. Но теперь уже максимально гладкое, однородное. Совсем немного его обминаем, отрезаем одну третью и эту часть еще разделим на две части. Берем большую часть и раскатываем тонко в круг. С помощью скалки переносим на противень, начинку пока не выкладываем. Раскатываем один маленький кусочек теста также в круг, но намного тоньше, чем делали нижний пласт. А второй кусочек также раскатаем, но разрежем вот таким образом. На нижний пласт теста быстро распределяем сочную начинку. Поверх которой добавляем кусочки сливочного масла. Накрываем начинку первым тонким кругом теста. Поверх которого такое же тонкое, но уже с разрезами. Слегка подтянем тесто, слепим края. Делайте это тщательно, чтобы сок из пирога не вытекал. Далее скручиваем тесто в месте разреза. И получается эдакое украшение верха. Посередине обязательно сделаем отверстие, через которое будет выходить пар. И сразу же быстро отправляем пирог в духовку, пока не смазываем. Запекаем пирог 60 минут в заранее разогретой духовке, температура 180 градусов, затем смешиваем желток и немного молока. Достаем пирог и быстро смазываем, снова в духовку. Выпекаем до полной готовности начинки, еще 30-40 минут и вот какая у нас красота получилась. Пирог, конечно же, готовый должен постоять минут 5-10 под полотенцем, чтобы тесто стало более мягким. Но разве можно выдержать при таком аромате? Смотрите, какой он внутри, сочный, горячий. Тесто тонкое, немного похоже на песочное, но не такое рассыпчатое. Готовьте с удовольствием, ставьте нравится, делитесь видео с друзьями. На этом сегодня все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok